Ранее прошло заседание комиссии по вопросам делимитации границы между Азербайджаном и Арменией, по итогам которого стало известно о предварительном согласовании делимитации границ на нескольких приграничных участках, включая сел Акиранс, Беркабер, Баганис и Воскипар. Это решение вызвало недовольство жителей этих сел, которые считают, что они всегда были якобы частью Армении. Следственный комитет Армении сообщил о задержании семерых членов организации «Боевое братство», участвовавших в акциях в приграничной Тавушской области. Направленный против передачи Азербайджану ряда сел в рамках делимитации границы. Призываю армян мировой диаспоры, весь армянский народ сплотиться. Если будем бояться, проиграем. Мы должны сплотиться и победить. Наше государство находится под угрозой. Мы не должны потерять Тавуш, иначе мы потеряем нашу государственность и независимость. В 1991 году Воскипар являлся воротами Армении. У нас нет никаких азербайджанских земель. Мы против делимитации и демаркации границ. Пусть никто не угрожает нам. Армянский народ готов воевать и уничтожить врага. У нас есть честь и Родина. Мы готовы воевать и умереть на наших землях. Победа будет за нами. За эти земли я пот и кровь пролил. Никто не может отдать их азербайджанцам. Только протурецкие люди и негодяи могут сказать, что села принадлежат Азербайджану. Эти предатели хотят продать наши земли. Мне плевать на таких людишек. Сам из Еревана никогда не жил в Воскипаре. Уже много лет охраняю границы Армении. В 1989 году добровольно отправился в Карабах. Участвовал во всех карабахских войнах. На своей странице в Фейсбук я написал обращение к Николу Пашиняну. Пусть он собирает свою стаю и убирается из Армении. Мы хозяева нашей земли и будем защищать их. Чем скорее мы освободимся от этих подонков, тем лучше. Ранее стало известно, что саперы начали разминирование территории, которая вскоре перейдет под контроль Азербайджана. Жители приграничных сел всячески пытаются препятствовать данному процессу. Как считают эксперты, нынешние акции протеста в Армении нисколько не помешают передаче данных сел Азербайджану. Более 30 лет, а эти села были оккупированы в 1991-1992 годах. Более 30 лет проживают на этой территории и, естественно, не согласны с решением, принятым во время двухсторонней встречи рабочей группы. Сколько бы они не противились этому ходу событий, так или иначе, эти села должны быть освобождены, и они должны быть переданы под юрисдикцию Азербайджанской республики. Протесты в Армении явно показывают, что до сих пор в этой стране царят реваншистские настроения. Армянское правительство приняло адекватные меры в вопросе передачи сел, исторически принадлежащих Азербайджану. Но в окружении Никола Пашиняна есть силы, которые пытаются препятствовать разрешению армяно-азербайджанского конфликта. По словам аналитиков, обстановка в регионе накаляется в связи с провокационными действиями частных армянских вооруженных сил, именуемых как Ерк-Рапахнер, которые непременно препятствуют достижению положительных результатов в переговорах между армянской и азербайджанской сторонами. Есть еще более жесткая, более опасная часть населения, которая связана к Ерк-Рапаху, если учесть, что это частная военная компания, то есть это люди, обладающие определенными видами вооружения, люди, обладающие опытом ведения боевых действий, в том числе на оккупированной части Азербайджана. Естественно, это создает определенные проблемы и для правительства Никола Пашняна тоже. И вот в данном случае события вокруг вот этих четырех сел, для них удачно сложившаяся такая ситуация, когда вот на этой волне, естественно, очередной раз вот эта военная компания как бы выставляет свое и так, и так запятанное реномие, на всеобщее обсуждение. Напомним, что по итогам восьмого заседания Госкомиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией, Ереван согласился на возвращение четырех азербайджанских сел Баганис-Айрым, Ашагайский-Пара, Хайрым-Ли, Газалгаджилы, находящиеся под оккупацией с начала 1990-х годов. По результатам встречи был подписан ряд протоколов. Баку и Ереван разместят свои пограничные службы одновременно и параллельно на согласованных участках линии границы. Это стало очередным доказательством того, что Баку и Ереван способны договариваться, способны решать самые сложные проблемы без вмешательства каких-либо других сил извне. Стороны согласуют очередность и продолжат процесс делимитации всех остальных участков границы, в том числе по вопросам анклавов и эксклавов. Эльнур Гаджиев, CBC